Я впервые нахожусь на Токаревских чтениях и как бы покасательно связана с основной темой этой конференции. Однако, после приглашения и вникания в проблему, я поняла, что это очень важная часть культуры, потому что воин-музыкант и музыкант-воин практически это равные понятия. Не случайно в древних памятниках всегда возле символов или предметов воинского обыта обязательно находился музыкальный инструмент. И доложить аудитории те представления о музыканте, о роли музыки в жизни воина, которые были у древних народов, и доложить о том, какие элементы музыкальной и теории воинской культуры сохранились в наши дни, мне показалось важным. Потому что иногда мы живем в этом мире и многие вещи проходят по касательно. Но когда мы обращаем на них внимание и когда мы имеем возможность интерпретировать эти факты жизни, оказывается, что мы недалеко ушли от предков, мы находимся в тех же мифологических, исторических контекстах, которые нам позволяют, с одной стороны, сохранять историческую память, быть людьми своей культуры, а с другой стороны, уметь реконструировать из прошлого те элементы, которые помогают нам выжить в этом мире.